приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы шлем всем вам здравия а из своего сердца всем света божественной любви мира вам и добра и сегодня рассмотрим сразу три агрогороскопа и эти агрогороскопы будут свидетельствовать о работе с корнеплодными в апреле 2022 года вначале рассмотрим агрогороскоп посадки лука в апреле 2022 года время киевское и так смотрите что у нас происходит по посадке лука в марте я немножечко упустила но вот если вы хотите чтобы хорошо хранился лук посевы на рассаду проводятся в знаках вот на репку в данном случае очень хорошо в тельце и в козероге а также в овне при убывающей луне а в остальные знаки если вы посеяли на рассаду в другом знаке обычно это знаки стихии воды то очень хорошо же рассаду высаживать вот эти периоды поэтому здесь и посадка лука рассады и посадка маленьких лукович для получения репки а также у нас еще отдельно агрогороскоп посадка лука на зелень очень много надо будет зелени и пораньше этой весной для всех но давайте рассмотрим сначала агрогороскоп это посадка лука рассады лука а также посадка луковиц а есть некоторые будут сеять семенами лук на луковицу вот это периоды очень хорошие на репку 3 апреля с 10 часов начинается этот период до конца суток а также 4 апреля все 24 часа сокращает время у нас время черной луны у нас 1 апреля это новолуние естественно геката забирает немножечко времени и вот геката завершается в 9 24 3 апреля вот такой период достаточно хороший это время тельца далее очень хороший период это козерог убывающая луна и третья фаза супер 21 апреля с 8 часов до конца суток 22 апреля все 24 часа снова же 23 апреля это переход луны из 3 в 4 фазы поэтому в это время это маленькая маленький такой стресс новолуние полнолуние стрессовая ситуация мы исключаем для посевов и посадок и 28 апреля весь световой день пишу снова же овен убывающая луна а далее у нас вечером уже переход луны такое состояние черной луны поэтому до вечера у нас лучше световой день вот эти посевы посадки провести сразу скажу овен более такой острый лук будет и чуть чуть меньше урожай чем в козероге и в тельце хотя телец после новолуния сразу но это знак мы а также наши зрители подписчики уже проверили несколько лет подряд качество очень хороший плюс ко всему хочу сразу же кратко так чтобы не отвлекать вас по солнечному календарю очень хорошее время в данном случае вы смотрите здесь у нас время 14 15 градус в тельце это солнце в 14 15 градусе овна замечательно будет храниться лук далее очень хорошо в козероге сочетание луна в козероге убывающей и плюс солнце в знаке тельца супер это очень хорошая будет продукция получаться и здесь очень хорошо смягчение вот овна потому что здесь у нас тоже именно солнце будет находиться в градусах тельца и очень хороший период вот это по хранению далее идем когда посадить лук для того чтобы получить витаминную зелень здесь не луковичка здесь вот эти перышки зеленые которые идут на салаты и так этот же первый период очень хороший в тельце и мы его будем использовать 3 апреля с 10 часов до конца суток и 4 апреля все 24 часа следующий период очень сочный лук будет это рак растущая луна 8 апреля все 24 часа но я снова же напоминаю работаем световой день еще очень интересный период лев растущая луна лев обычно не используется для посева посадки овощных растений но в данном случае здесь растущая луна и очень хорошее время и солнечной энергии солнечный календарь хорошо работает плюс у нас не будут расти большая корневая система и нам не нужна луковица а здесь мы будем выращивать снова же зеленую витаминную вот эту массу поэтому 10 апреля можно с 8 часов до конца суток высаживать вот такой лук это все высадка вы можете просто луковички маленькие эти высаживать для того чтобы получить да и если что-то проросло вот это очень хорошо высадка будет прекрасная 11 апреля все 24 часа 12 апреля с 0 до 12 часов еще один такой же знак у нас огненный это уже убывающая луна обычно стрелец очень много гонит зелени здесь сразу же у нас стрелец идет после сожженного пути полнолуния и очень хорошо уже это будет тоже для того чтобы корневая система естественно будет небольшая но зато очень много зелени будет 19 апреля с 7 утра до конца суток и 20 апреля все 24 часа вот так вот давайте я вам покажу вот делаете screen а теперь смотрим дальше все корнеплодные сегодня мы обязательно с вами рассмотрим и следующее у нас следующий агрогороскоп их у меня сегодня 3 этот агрогороскоп посвящен посеве семян моркови и свеклы и сердерея снова же корневого сердерея здесь а корневом идет и корнеплоды в апреле 2022 года так вот все вот эти овощные корнеплоды можно сеять и затем использовать для хранения вот в этот эти периоды я не буду повторять снова же и солнечный календарь сразу же снова говорю все дни солнечного календаря очень хорошие для того чтобы получить прекрасную продукцию качественную продукцию в апреле снова же 3 апреля в тельце с 10 часов до конца суток далее 4 апреля все 24 часа это вот для хранения все эти вот семена этих трех и другие если у вас пастернак есть корневой другие корни корнеплоды еще в козероге можно посадить и это в козероге получается перед переходом луны из 3 в 4 фазу то есть это третья фаза и можно использовать также уже очень хорошо работает вот энергии убывающей луны корнеплоды получается супер 21 апреля с 8 часов до конца суток 22 апреля все 24 часа ну и вот еще одна добавка смотрите плюс для ранней продукции вы можете использовать и телец и козерог но вот если вы хотите сочную морковку сочную свеколочку и сельдерей для короткого какого-то периода вырвали вытянули из земли за хвостик и летом используйте вот можно вот эти периоды использовать эти дни в рыбах убывающая луна это четвертая фаза тоже супер сочные сочные получается мы пытаемся всегда вот ищем вот такие периоды чтобы сочные получились корнеплоды и используем них 25 апреля с 14 часов до конца суток 26 апреля все 24 часа 27 апреля с 0 до 15 часов 30 минут замечательные периоды не буду больше вас грузить потому что хочу сказать рыбы убывающая луна и плюс 6 7 8 градус солнца солнечный календарь в тельце сочетание великолепно очень хорошо получится урожай и очень здорово вкусно вот эта вся продукция будет сладкая и вкусная мы естественно если будем соблюдать технологию ну вот давайте я сразу же вот такой сделаем момент чтобы чтобы сделали screen есть такое дело ну еще один по вашим просьбам все время меня просите весна когда посеять семена редиса и кстати редьку можно посеять в теплице или в открытом грунте под пленочку это апрель тоже 2022 года используем для редиса дни когда очень получается сочные вкусные вот эти корнеплоды поэтому выбираем в знаке телец растущая луна 3 апреля с 10 до конца суток 4 апреля все 24 часа и вот этот замечательный снова же период для сочного редиса чтобы в мае месяце уже поесть очень вкусные эти корнеплоды 25 апреля с 14 часов до конца суток 26 апреля все 24 часа 27 апреля с 0 и до 15 часов 30 минут вот такие сегодня у нас так вот делаем screen такие у нас сегодня агрогороскопы вот они у нас три агрогороскопа для корнеплодных овощей мы только начали на апрель выставлять и работаем над другими агрогороскопами раиса горяченко александр волик подготовили это видео для вас мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео мира всем вам мира и добра